Здравствуйте. У нас сегодня тема такая Америка, российско-американские, советско-американские отношения. Вот такой общий интеллигентский разговор на эту тему с профессором, доктором исторических наук Эдуардом Александровичем Иваняном. И он у нас главный по Америке, в смысле вы главный редактор журнала США экономика, идеология, культура. А экономика, политика, культура. А раньше назывался экономика, идеология, политика. Идеология на третьем месте. На третьем месте было. Ну вот, я, кстати, вашим журналом знаком еще с 70-х годов, когда был студентом. Вот с тех пор я его... Ну да, мы появились в 70-м году в январе месяце, и буквально через месяц мы справляем наше сорокалетие. А, вот так вот, да? Ну я вас поздравляю. Спасибо. И больше половины, по-моему, вы там главным редактором. Нет, нет, нет. Я только 11 лет. 11 лет только, да? Из сорока. Ага, это считается мало. Ну, четверть, даже больше. Ну, так ладно. Значит, вот у меня есть некие общеинтеллигентские представления об Америке, об американской истории и об советско-американских отношениях. Такие общеинтеллигентские, наверное, не всегда правильно вы их поправите. Хорошо? Вот в таком вот ключе. Так, ну, вот знаете, вот самые ранние воспоминания моего детства, связанные с американской историей, это фильм был, югославский фильм «Хижина дяди Тома». Там, значит, война. Ну, собственно, это не война ещё, там есть эпизод, когда Бичерстоу, автор этого романа, встречается с Аваром Линкольном, он ей говорит, вот из-за вашей книги, там не помню, как в ней обращается мадам или мисс, мы начали войну. Миссис, да, мы начали войну, да. А потом, много лет спустя, один знакомый подполковник КГБ дал мне почитать книгу, это уже в наше постсоветское время, книга 50 какого-то года, американского автора «История США». Ну, на русском языке её тут вот, как это, UCI такое агентство было, да? Да, было. Вот они распространяли, наверное, была запрещённая тогда книга, но вот он подполковник КГБ, вот у него она была. И там всё оказалось совсем не так. Оказалось, что мы-то про Америку думали гораздо лучше, чем она сама про себя рассказывала. Вот эта вот война севера против юга, оказывается, вовсе не из-за освобождения чернокожих рабов началась. Абсолютно. Это обычная наша ошибка. Кстати говоря, и со студентами я пытаюсь им внушить, что освобождение негров как тема гражданской войны, она стояла где-то на третьем месте. Разговор шёл о политике и экономике. Все это основные причины вот этой войны между севером и югом. А негры просто были к этому привязаны, поскольку это была благородная идея, поскольку северяне многие очень сочувствовали неграм. Я сознательно использую термин негры, который сейчас не принят в среде чернокожих или чёрных. Но тогда они были негры. То есть освобождение чернокожих было на третьем месте? На третьем месте, на первом экономика, ведь север не давал развиваться экономически и югу. Деньги на севере, возможности внешней торговли на севере, вся техника на севере. Что на юге? Сельское хозяйство. Продукция сельского хозяйства, которую покупал, так опять-таки, север. Ну, там был чуть ли не единственный тогда экспортный товар Хлопок, он же... Куда он вывозился? В Европу тоже. А, через кого? Через север. На северных кораблях из Бостона вывозил. Значит, юг был полностью в подчинении у севера. Это не устраивало плантаторов, рабовладельцев юга, ни в коем случае. А почему я упомянул политику? Дело в том, что в Конгрессе и тогда, и сейчас каждый штат, независимо от размера, независимо от количества населения, представлен только двумя сенаторами. Каждый штат. И Аляска, и Калифорния, и Коннектикут, и Техас. И Род-Айленд, малюсенький штатик. Да, по два. И Род-Айленд, скажем, и тот же Техас. По два человека. Значит, соответственно, от того, сколько народу из ста человек сегодняшних голосует за то или иное решение, и зависит влияние и роль того или иного штата или группы штатов. На протяжении десятков, многих десятков лет сохранялся паритет между южными и северными штатами. По два. Если было в Союзе, в Соединенных Штатах, было 22 штата, 11 принадлежали югу, 11 северу. Тем самым обеспечивалось справедливое распределение голосов, а, собственно, и судьба любого важного государственного решения. И как только один штат становился членом Соединенных Штатов Америки, тут же немедленно надо было принять нового члена, но из другой группы стран. Принимали северный штат, тут же надо было принять южный штат. Значит, принимали рабовладельческий штат, надо было обязательно принять и свободный штат. И вот из-за нарушения, частых нарушений вот этого паритета, южане стремились обеспечить за собой, ну, если не решающую, то равную роль с северными штатами. Вот это основная идея. То есть в основе экономика находившая выражение в политике. Вот что. А вопрос о рабстве. Да, конечно, надо было проявить свою гуманность, надо было проявить своё благородство. Очень многие действительно переживали рабство, как угнетение в себе подобных. А потом я ещё одну вещь узнал, что вообще очень сильно меня напомнило ситуацию у нас вот после революции, когда в деревне вот началась вот не то, что коллективизация, но коллективизация комитета бедноты. Короче говоря, север стал, победивший север, стал на побеждённом юге насаждать везде, ну, негритянское руководство. Что тем самым, ну, в общем, они, честно говоря, не были готовы, вот эти вот чернокожие, к руководству штатами, и конфликт у них. И в той книге, что мне дал подполковник, то же самое. Нет, видите ли, в чём дело, это правда. Конечно, с севера потянулись туда так называемые мешочники на юг, которые пытались занять какие-то влиятельные позиции на юге. Но, действительно, для того, чтобы несколько сгладить тот осадок, который у многих южан остался от поражения в гражданской войне, да, туда действительно стали, ну, выезжать или обосновываться на юге многие влиятельные чернокожие с севера, которые стали занимать довольно крупные посты в местных собраниях, в муниципалитетах, в ассамблеях штатов и так далее. Да, это было. Да, их было немного способных людей среди в основном всё-таки необразованного чёрного населения, но они стали завоёвывать какие-то влиятельные места в этих ассамблеях, и это было замечено. В Вашингтоне, конечно, в Конгрессе пока чёрные не появлялись, но на местном уровне чёрные стали обретать почву под ногами без всякого сомнения. Получилось, что вот в этом-то и есть корень современного расизма на юге США. Вот это вот такой вот конфликт вот расовый тогда именно возник. Ну, вы понимаете, в чём дело. Я полтора месяца назад вернулся из Соединённых Штатов, и в числе, так сказать, тех штатов, где я побывал, я побывал в Алабаме. Это сердце, ну, давайте так скажем, Южной конфедерации штатов. То есть, они до сих пор не простили Линкольну всего того, что он, дескать, сделал со страной. Вы знаете, наверное, что помимо дня рождения Вашингтона, национальным праздником в Соединённых Штатах считается день рождения Авраама Линкольна. Официальный государственный праздник. Так вы что, думаете, этот праздник соблюдается на юге? Нет. Они его в упор не верят. Вот так вот, да. Вот так. Вот вам отношение сегодняшнего юга. Ну, я вот со своего, так сказать, детства помню, что вот у меня был синоним Алабама и расизм. Это вот были синонимы такие. А все треволнения в Бирмингаме и столице Алабамы, столкновение полиции с чёрными, сопровождение чёрных в местные учебные заведения, Бирмингам был всегда центром противостояния. Вот так. Сейчас, вы знаете, я видел нескольких чернокожих, занимавших вот сейчас именно какие-то определённые, ну, не рядовые посты. Ну, скажем, методотель ресторана крупного клуба, элитарного клуба Бирмингама. Чёрный. Представился он мне, познакомились, поговорили. Интеллигентный, хорошо выглядящий, замечательно одетый. Очень дорогой костюм. У них больше нет этих табличек только для белых? Нет, больше нет. Вот теперь наши советско-американские отношения, чё у нас так как с ними всё получалось? Вроде воевали вместе против Гитлера, да? Причём эффективно воевали. Они нам эффективно помогали экономически. Очень. Вы знаете, в чём дело? Я очень жёсткий и откровенный противник утверждения о том, что помощь по Ленд-Лизу, которая нам оказывалась, не играла практически никакого значения для нашей обороны. Мы могли запросто обойтись без помощи по Ленд-Лизу. Я категорически противник таких утверждений. Первые полтора-два года Великой Отечественной войны мы бы не выдержали, если бы не было помощи по Ленд-Лизу. Я напоминаю, почему весь, практически весь промышленный Запад оказался в руках немцев. Что-то мы эвакуировали, что-то взрывали. Что-то мы эвакуировали в Предурале, Зауралье, но ведь это перевозились огромными эшелонами оборудования, заводы, фабрики, люди, которые должны были работать на этих станках там. На всё это требовалось огромное время. Ведь я же не могу забыть, первые станки начинали работать в чистом поле, а энергию подключали к ЛЭПам того времени. Забрасывали провода и подключали электричество, чтобы станки работали. Вот в этой ситуации, когда надо было налаживать производство тех же снарядов, пушек, миномётов и ДД и ТП, танков, вот в эти годы, полтора-два года, то есть 1941 весь, 1942 и даже начало 1943, мы бы не выдержали бы этого напряжения, если бы не было Ленд-Лиза. Да, это... Уже оставляя эти детские воспоминания, да, они нам помогли, да, мы должны были заплатить за эту помощь, а всё неиспользованное вернуть обратно. Ведь там на 11 миллиардов, тех миллиардов, не нынешних... Настоящих. Настоящих миллиардов была оказана помощь. Что же получилось с нашим... С нашими обязательствами? Да, неиспользованная техника, ну, насчёт продовольствия речи не было, техника военная, неиспользованная, оставшаяся более или менее в сохранности и целости, была возвращена Америке. Торг шёл, сколько мы должны Соединённым Штатам. В результате очень длительных и сложных переговоров сошлись на цифре 2 миллиарда долларов, опять-таки тех. Опять начали торговаться. Сошлись на миллиарде. Американцы сокращали, то есть как это реконструировали... Реструктурировали. Реструктурировали этот долг. И вот где-то на цифре в 1 миллиард практически сошлись, но мы продолжали торговаться и в конечном итоге остановились на 760 миллионах. Мы начали выплачивать долг, выплатили где-то порядка 60, да, где-то 60 с небольшим долларов, в 2 транша было. Миллион, в смысле, долларов. А в 2003 году, опять-таки официально об этом нигде не упоминалось, и как-то даже факт, тот факт, что мы, дескать, рассчитались за ленд-лист, что он у нас как-то прошёл мимо внимания тех, кто ответственен был за информацию эту. Но говорят, вот в 2003 году мы всё-таки рассчитались. Подтвердить документально я не могу, поскольку документов не было опубликовано, но, кажется, мы действительно всё-таки рассчитались. Почему же потом всё-таки поссорились? Вот это началась холодная война, такое противостояние. Ну, вот помню вот эти 60-е годы, 50-е, очень как-то общественно менее реагировало на атомное оружие, вот как на... Ну, вот-вот и сейчас будет, так сказать, свет конец, как тогда говорили. Ну, вы знаете, в чём дело. Вообще вся история наших взаимоотношений, начиная с момента образования Соединённых Штатов в конце XVIII века, это история подъёмов и спадов в наших отношениях. То мы на пике любви друг к другу, то мы где-то там на самом донышке. Сейчас мы где? На донышке или куда? Вы знаете, мы выбрались, по-моему, насколько долговременно выбрались, вот это я вам не скажу никак, и никто вам не скажет. Но мы на пик ещё не подняли? Не, ну что вы, избавим косточку. Вылезаем из ямки, да? Да, из ямки мы вылезли, вылезаем, точнее, вылезаем. И гарантировать, что, так сказать, мы достигнем пика периода Второй мировой войны, и это был пик, гарантировать это невозможно. У нас было несколько пиков в наших отношениях и несколько очень серьёзных провалов. А вот какие пики, значит, Вторая мировая? Нет, нет, давайте начнём с самого начала. Пик. Это роль России в войне за независимость. Да. Екатерина отказала Карлу Чарльзу, вообще-то его звали Чарльзом, а не Карлом, английскому королю, отказала в направлении русских солдат на помощь Карлу Чарльзу в его борьбе с колониями, которые потребовали, так сказать, освобождения и пытались освободиться. Этот факт в Америке хорошо известен, ну, сейчас, конечно, он несколько подзабыт молодым поколениям, но историки ценят то, что Екатерина отказала в помощи нелюбимому ей английскому королю. Ну, и Екатерина, естественно, не могла простить Великобритании претензии на роль морского диктатора. Так. Мешали англичане нашей внешней торговли. Следующий, такой крупный. Наверное, при Джефферсоне, когда в 1807 году мы, наконец, установили дипломатические отношения. Так долго? Да, 1807. При Павле I мы тоже пытались, но Павла очень неудачно убили, а идеи были у Павла I. Он решил установить, даже назначил посла Лизакевича посланником, точнее. Ну, наверное, еще пик это была война севера против юга, потому что мы... А это уже позже. Явно выложили. Я же говорю о 1807. Я просто ускоряю процесс, потому что время и время идет. А, ну, ясно, 1853, соответственно, 61-65 годы. Это гражданская война, где мы направляли даже военно-морские флотилии. Для блокады по бережью. И в Сан-Франциско, и в Нью-Йорк. Это еще один пик. К концу 19 века испортились отношения, потому что Россия решила ограничить в правах американских евреев, которые когда-то были российскими евреями, уехали в эмиграцию, а обретя, так сказать, финансовые возможности и капитал, решили вернуться и начать свои дела. Вот тут русское правительство ограничило, приравняв их к нашим евреям с цензами, со всякими ограничениями, с цензоседлостью и т.д. и т.п. Это затем русско-японская война, 4-5 год. Хотя Америка сыграла негативную роль, ну, не в натравливании, но во всяком случае в осложнении отношений, все-таки американцы, и в частности президент Теодор Розвельт, помог заключению Портсмутского мирного договора. Он настаивал на том, чтобы Япония не предъявляла очень жестких требований по контрибуциям, аннексии, так сказать, территории и так далее. И, кстати, они помогли спастись Авроре, крейсеру, который отстоялся несколько дней в, так сказать, Маниле, которая там американцам принадлежала. Ну, пик, как я уже сказал, пик наших отношений, Вторая мировая война. Ну, когда... А провал-то вот, кроме вот этого, по-моему, вот этого, Холодная война, самая большая провал. Да вы знаете, в чем дело? У нас был общий враг. Вы представляете, если сейчас... Там да! А вот Холодная война, почему? Подождите, это же был пик, когда у нас был враг. Мы боролись вместе, мы победили вместе. Если вы сегодня представите, что на нас инопланетяне нападут, объединится даже Израиль с Палестиной, и Бог знает с кем. Ну, да. Общий враг. Исчез общий враг. У каждой страны и группы стран появились свои национальные интересы, а они отнюдь никогда не совпадали. Да, мрачное дело. Все-таки, как Маркс-то говорил, материя первична, да? То, что вот этот базис все определяет. Да, он и... Поэтому, собственно говоря, ну, а там появилось оружие ядерное, атомное, начались процессы шпионские и так далее. Все это испортил. А во времена, когда пришел Кеннеди, пик самого опасного события во всем мире. Ну, и симпатии наши тогда были в Кеннеди очень большие в народе, когда его убили. Ну, Кеннеди лично. И выставка тогда была у нас, помните, американская? Нет, но мы были на грани ядерной. Третьей мировой войны, которая грозила перерасти в ядерную. Я-то жил тогда в Америке, я же помню все это дело. Да, вы чувствуете хуже. Мы ждали атомной бомбардировки с минуты на минуту. Наши советские дипломаты даже шутили. Представляете, лет через 20-30 вот на этом месте нашего представительства будет стоять огромный гранитный памятник с надписью «Памяти советских дипломатов, погибших при взрыве советской атомной бомбы над Нью-Йорком». Здорово. Ну, вы обратили внимание, наверное, на мои слова, о том, что вся история наших взаимоотношений с Америкой – это история подъемов и спадов. Да. Были и подъемы, и спады. И, конечно, этот вопрос, что же у нас сегодня – спад или подъем? На что мы можем рассчитывать и чего мы должны опасаться? Да, у нас есть общий враг сегодня – это международный терроризм. Именно на этом поле борьбы с международным терроризмом мы стали искать какие-то общие интересы и стали стремиться до чего-то договориться. За восемь лет пребывания у власти Джорджа Буша-младшего нам не удалось, за исключением разве что личных взаимоотношений между руководителями, когда друг друга по имени называют, толком ничего не удалось добиться. Поэтому для нашего так называемого партнерства, я специально говорю так называемого, эти восемь лет были пропащими годами. Ничего хорошего мы за это время не добились. Пришел новый президент – Обама. Вошло в моду говорить о перезагрузке. Слово «reset» английское – перезагрузка. Да, многообещающее. То есть выключается, выключается все старое, запускается все по-новому, строятся новые, как будто бы, взаимоотношения. Можем ли мы рассчитывать на новые взаимоотношения? Вы знаете, с известными, я бы сказал, такими допущениями можем считать, что начался новый период. Как долго он продлится, никто вам не скажет, даже главные участники. Если нам удастся договориться вот где-то в январе месяце по поводу защиты от баллистических, противоракетной, так сказать, обороны, про так называемое, уже хорошо. Это будет шаг вперед. Тот шаг, которого так недоставало последние восемь лет. Надеяться на мирное существование? Да, есть основания. При новой администрации есть. Проблемы есть, а тем более сегодня, и у той, и у другой страны. Как мы будем решать, время покажет. Спасибо большое за беседу, Эдуард Александрович. И публике нашей спасибо большое за внимание.